Здравствуйте! О том, каким был уходящий день, расскажут корреспонденты новосибирских новостей. В студии Анна Кондратенко. Смотрите сегодня в нашем выпуске. В опросе скандальной известной парковки возле дома с часами поставят точку. На обочине сделают ограждение и установят запрещающий стоянку знак. Заменить старые права или получить международные теперь можно будет не только в ГИБДД, но и в МФЦ. Год кино отметят с размахом. Возвратят киножурнал «Сибирь» на экране и снимут серию короткометражных фильмов о новосибирцах. Жителям аварийного дома по адресу Бердское шоссе 36 предложили переехать в квартиры маневренного фонда. Ситуация серьезная. По словам жильцов, деревянный барак стал разваливаться. После того, как управляющая компания «Сибирский сервисный центр» начала ремонт коммуникаций, в подъезде и квартирах выкопали ямы. В результате разрушили фундамент. Мэрии готовы расселить жильцов аварийного дома, так как проживать там просто опасно. Согласно техническим заключениям, возможны обрушения. С декабря в доме нет воды, однако часть жильцов по непонятным причинам отказываются покидать свои квартиры. Мера ответственности за проживание в данных квартирах возложена сейчас на тех жителей, которые там остались. Поэтому безопасность, они сейчас сами отвечают за свою безопасность. Поэтому в этом случае, конечно, у меня убедительная просьба все-таки воспользоваться маневренным фондом. Самовольную парковку возле дома с часами ликвидируют в ближайшее время. Как заявили сегодня в мэрии, на тротуаре планируют установить ограждение и запрещающий знак. Напомню, оставлять машины в этом месте прямо на пешеходной зоне стали после открытия магазина элитной одежды. Хотя парковочные карманы на этом участке Красного проспекта полностью убрали ради общественного транспорта. Вячеслав Горчаков продолжит. У нас вот по всей этой длине, начиная отсюда, и считай до площади Лейна, то есть пробки, пробки пешеходов. Зато удобно автовладельцам и выгодно магазину эксклюзивной одежды. Именно к его открытию у дома с часами на прежнем месте появилась парковка, которую власти ликвидировали ради выделенной полосы для автобусов и троллейбусов. Теперь памятник архитектуры оккупирован машинами со всех сторон. Житель Сталинки Олег Викторович уже полгода борется с незаконной парковкой для избранных. Пока безуспешно. То есть у нас мэр дает распоряжение, везде его соблюдают и выполняют, и только вот это место почему-то заколдовано. А оно, знаете, у нас же имеет цепную реакцию, то есть где-то можно, значит можно еще где-то. Сначала здесь парковались дорогие иномарки, за ними подтянулись и остальные. Однако эвакуаторы почему-то проезжают мимо. А я на парусях я не оставляю, никуда не пошел, сейчас уеду. А что здесь ловят? Ну здесь парковка запрещена, вернее нету знака, но парковки нет как таковой. Мы ехали. Зимой из-за снежных накатов проезжая часть здесь практически сливается с пешеходной зоной. Но все говорит о том, что парковочных карманов в этом месте в принципе быть не должно. Выделенная полоса для общественного транспорта. Тротуарную плитку видно невооруженным глазом. Нет знаков, разрешающих парковку, как и нет, впрочем, знаков ее запрещающих. Поставить точку в этой неразберихе теперь взялись городские власти и автоинспекции. Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска рассматривает вариант как установки специальных запрещающих знаков, так и установки ограждений, чтобы помешать тем нерадивым автолюбителям, которые паркуют там свои автомобили. О сроках не говорят, но обещают закрыть незаконную парковку как можно быстрее. А пока наказывают рублем тех, кто оставляет здесь машину. Как уверяют в ГИБДД, уже оштрафовали больше 200 водителей. Вячеслав Горчаков, Денис Авинский, Новосибирские новости. Заменить водительское удостоверение станет проще. С апреля этого года новые права начнут выдавать в многофункциональных центрах. Сюда можно будет обратиться при утрате или порче старого документа, а также затем, чтобы получить международные водительские права. Менять удостоверение по новым правилам будет гораздо проще для всех. Многофункциональные центры расположены удобнее, чем отделение ГИБДД. К тому же филиалов МФЦ больше. До конца года в Новосибирске откроют еще 6 новых отделений. В каждом будут оказывать около 300 разных госуслуг и работать по расширенному графику. Ездить не когда-то 8 можно получить документы, с 8 до 8. То есть, в принципе, людям не нужно отпрашиваться с работы, а можно вечером после работы заехать и получить документы. И 6-дневный рабочий день. То есть, это тоже в субботу можно сдать документы. Чуть больше недели остается до конца приема заявок на муниципальные гранты. Мэрии подсчитали, количество претендентов растет, однако общественников, нуждающихся в поддержке, намного больше. О том, как и где можно получить 150 тысяч рублей на социально значимое дело, выяснил Александр Попов. Для малышей фигурки расставляешь, а потом обратно собираешь по дорожкам. Это одна из развивающих игр системы Монте-Сори для детей с ограниченными возможностями. Стоимость – полторы тысячи рублей. Это кроватка, чтобы спать. Примерно в такую же сумму обошлась кроватка, детская горка – 5 тысяч и бассейн с шариками – 15 тысяч рублей. Почти все оборудование удалось купить в прошлом году за счет средств муниципального гранта. Оформление заявки заняло час, на все конкурсные процедуры ушел месяц и еще один день на проверку отчетности. Томительное ожидание ради благого дела. За счет грантов удалось изначально открыть клуб, который вырос сейчас в игровую комнату уже более профессионально. Удалось приобрести оборудование для 22-й поликлиники для реабилитационного центра. Удалось установить модули уличные игровые для детей, колясочников, инвалидов. Процедура оформления упрощена до максимума. На сайте мэрии Новосибирска в разделе управления общественных связей пошагово расписаны все нюансы. Для уточнения всех вопросов сегодня в районных ресурсных центрах проходили семинары. Основной вопрос, почему редко дают максимальную сумму гранта 150 тысяч рублей, ограничивая запросы. Когда идет защита, чем это удобно? Члены комиссии, они обладают большими знаниями и большими связями. Они знают, к кому можно обратиться. Если, допустим, вы планируете вот здесь что-то купить, а можно это взять бесплатно у кого-то, допустим, во временное пользование, или просто прийти и попользоваться у них там на месте. Допустим, если вы арендуете какие-то помещения, а может быть можно обратиться в ресурсные центры и здесь без аренды, а бесплатно провести свои мероприятия. Результаты работы грантовой системы – новые детские спортивные площадки во дворах, чистые берега и скверы, благотворительные волонтерские акции. Специалисты не просто советуют, а призывают. Новосибирцев не боятся потратить время и сделать что-то полезное для себя и других. Заявки на муниципальные гранты принимаются до конца января. Александр Попов, Евгений Макаров, Новосибирские новости. Медали и кубки за отвагу и мужество вручили лучшим спасателям, медикам и полицейским. В главное управление МЧС пригласили не только тех, кто исполнял свои профессиональные обязанности, но и спасателей по зову сердца. Одним из героев церемонии стал ученик девятого класса Александр Набоков. Школьник отличился прошлым летом, когда его попросили прийти на выручку тонущему мальчику. Подросток, не раздумывая, прыгнул в озеро. Минута промедления могла стоить жизни, ведь утопающий уже был под водой без сознания. Я его искал, где щупал, чтобы найти. Потом я, когда его нашел, начал поднимать его вверх и на берег вытаскивать. Потом уже дальше подбежали взрослые и начали его откачивать. Создать реабилитационный центр для бывших заключенных предложила уполномоченный по правам человека в Новосибирской области. Нередко таким людям некуда идти, а порой они представляют опасность для окружающих, являясь носителями открытой формы туберкулеза. Конечно, сотрудники ФСИН, они все равно каким-то образом пытаются отследить, как устроились подопечные и так далее. Конечно, это все-таки проблема региональных властей. Региональных, я думаю. Потому что, ну, естественно, с помощью все-таки, я думаю, что и ФСИН России. Кроме того, омбудсмену обратилась Федеральная служба исполнения наказания Нина Шалабаева считает, что лечебно-исправительным учреждениям, где помогают всем заключенным региона, необходим новый корпус. Старое здание уже не отвечает санитарным нормам. Уполномоченная по правам человека отметила, что как раз из колонии к ней поступает больше всего жалоб. Например, в прошлом году в основном по вопросу медицинского обслуживания и санитарных условий к омбудсмену обратились более 300 заключенных. 2016-й объявлен Годом российского кино. Новосибирск ждут различные кинофестивали, премьеры художественных фильмов и документальных лент. Сразу несколько сибирских режиссеров готовят свои новые картины к показу. Ко дню города откроют Музей документального кино. А уже сейчас режиссеры ищут среди новосибирцев героев для серии короткометражек. Новосибирск не канны, но в этом году станет центром кинематографической жизни. Зрители ждут сразу несколько международных и российских кинофестивалей. Форумы документалистов и мультипликаторов. Фестиваль «Русское зарубежье», где свои картины представят наши бывшие соотечественники. И фестиваль «Зеленое яблоко» – возможность выхода на большой экран для молодых режиссеров. Мы будем оказывать помощь и поддержку тем, кто создает кино. В том числе и документальное, и художественное. Наверное, немногие знают, что у нас очень много молодых людей, которые занимаются и делают кино сами. Прежде всего, авторское художественное кино в городе Новосибирске. Премьеры готовят сразу шесть новосибирских кинодокументалистов. И первая из них состоится уже в феврале. В этом году будет возрожден легендарный киножурнал «Сибирь на экране». Планируется создать четыре новых выпуска. Их, как и прежде, будут показывать на большом экране перед художественными фильмами. Кинотеатры уже заинтересовались проектом. «Сибирь на экране» мне очень понравилось, что это будет. На самом деле, удачи вам на этом пути. Мы с удовольствием возьмем и будем показывать. На самом деле, у нас есть любимый выпуск «Сибирь на экране», который рассказывает о открытии кинотеатра «Победа» в 52-м году. Героев для короткометражного кино ищут в Новосибирске. Участники акции «Бессмертный полк» могут записать свои воспоминания о ветеранах Великой Отечественной войны. Все желающие города Новосибирска, которые несли портреты своих кто дедушек, кто бабушек, кто просто знакомых или родственников, будут иметь возможность рассказать о своих родителях, о своих бабушках именно под запись. И будут сняты такие определенные короткометражные фильмы. Чтобы стать одним из создателей киноархива, нужно в апреле обратиться в музей города Новосибирска. Первая серия короткометражек «Бессмертный экран» будет готова ко Дню Победы. Анна Гурьянова, Олег Макаров, Новосибирские новости. Школьники позаревнуются в чтении и вслух. Чемпионат страницы 16 стартовал сегодня в первой гимназии. 11 ребят по очереди прочитали небольшой отрывок из случайно выбранных произведений. Не знаешь, к чему готовиться, не знаешь, что будет на следующей строчке. Ты можешь что-то прокричать, а следующим предложением будет сказано, что ты это прошептал. Ну вот, такие, эффект неожиданности, можно сказать. Такие соревнования пройдут почти в двухстах городских школах. Учителя русской литературы, филологи, библиотекари, актеры и писатели будут оценивать технику и артистизм участников по шести больных к шкале. Читать слух школьники будут почти месяца, а 27 февраля определится лучший чтец. Летом он поборется за честь города в Москве на общероссийском чемпионате по чтению. Кстати, в прошлом году победил новосибирец. Главная цель проекта в игровой форме – разбудить у детей интерес к литературе. Камерный хор филармонии исполнит одну из самых сложных партитур русской хоровой классики – «Перезвоны» Валерия Гаврилина. Раньше масштабную симфонию действа музыканты исполняли только фрагментами, либо в концертной версии. И вот впервые представят произведение так, как задумывал композитор с ансамблем ударных, звоном колоколов. Музыкальную драму дополнят современные визуальные технологии. Как все это сведено воедино на сцене, увидел Станислав Якушевич. Сам композитор считал свое произведение мистерией, а критики дружно называют «Перезвоны» масштабным живописным полотном, даже фреской. Поэтому в проекте камерного хора очень важную роль наряду со словом и музыкой играет видеоряд, световые акценты. Они подчеркивают символы и образы, заложенные композитором в музыкальной партитуре. Каждый видеофрагмент, транслируемый на задник, художники отбирают тщательно. Случайных деталей быть не должно. Про ценности человеческие, но доллар. Когда был Гаврилин, он вообще про доллары не думал. Проект для филармонии новаторский. Первоначальный замысел музыкального спектакля, а именно так называет «Перезвонный» режиссер, претерпел изменения. Пришлось отказаться от танцевальных номеров. Эмоции, рожденные музыкой, подчеркивают контрастным светом. Если это посиделки, то это вечер. Если это молитва, то это восход. То есть свет – это главный герой. Один из главных героев. Необычно у Гаврилина и роль хора. Певцы часто декламируют текст, скандируют слова и отдельные звуки. По сюжету меняются на сцене местами, активно жестикулируют. А главное, говорит Игорь Юдин, тут нужна разная манера пения. Ведь литературная основа – это не только стихи самого Гаврилина или фрагменты из поучения Владимира Мономаха, но и песни скоморохов, пословицы, детские прибаутки. Скоро это, потом, пожалуй, можешь ходить ко всем чертям. Народная песня, как будто арию поет. Арию и поет, как народная песня. Это смешение манер, стилей. Вот оно иногда, не всегда вернее, получается, чтобы в нужной манере, в нужной месте исполнять. Помимо хора в концерте участвует ансамбль ударных, колоколам, как символ и курантов, и набата, и праздничного церковного звона. Есть сологобоя, имитирующего русскую жалейку. В этом произведении все. И необычная оркестровка, и заложенный в музыке драматизм, инноваторская форма подчинено единой идее. Это попытка выразить в музыке национальный русский характер во всей его неоднозначности и разнообразии. Станислав Икушевич, Олег Корлевец, Новосибирские новости. Из Ямала на автомобиле «Победа» в Новосибирск приехал сибирский туристский Дед Мороз. Хоть и с опозданием, но он проверяет, как город украсили к Новому году, и читает праздничное заклинание, желая местным жителям отменного здоровья, счастья и удачи. В таком образе Николай Коголь путешествует не первый год. По легенде, он рождается каждую зиму 1 декабря и отправляется в большую поездку. В этом году в красном костюме и с бородой из ваты мужчина автостопом поехал по Сибири. Успел побывать в Томске, Кемерово, Горноалтайске и вот заехал в Новосибирск. Дед Мороз Николай уверен, такие путешествия помогут сделать туризм в Сибири популярнее. Алтай, это фактически, вот даже сейчас там очень тепло. Просто вот Сочи реально, даже плюсовые температуры бывают. Ну, например, 8 марта там бывает плюс 24. А севера летают куда не надо. То есть, кроме Алтая, так сказать, везде. Так вот, мы и хотим, чтобы севера приезжали в Новосибирск, на Алтай. Свежие новости слушайте на радио «Городская волна», частота 101,4 FM, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и на канал «Новосибирские новости» в Ютьюбе. Много интересного и полезного на сайте «Новосибирские новости». Наши коллеги из интернет-редакции рассказывают трогательную историю кота, который страдает ожирением и ищет новых хозяев. И на этом все. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова